В Якутске в жилом доме произошел пожар. Есть погибшие. Дальневосточный медиафорум «Дальний Восток» открыт в Якутске. Зарегистрированных участников уже более 1200 человек. Звезды Берлинского кинофестиваля прибыли в Якутск. Феодоса Иванова и Михаила Просимов поделились впечатлениями от мероприятия. Здравствуйте, в эфире новости в студии Василия Раченко. Сегодня в Якутске произошел пожар в частном доме по улице Первая база. Загорелся первый этаж, в котором находилось автомастерскание. Возгорание локализовано. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ликвидации пожара участвуют 23 человека и задействовано 5 единиц техники. Пожарные обнаружили, что из строения виден густой дым. Незамедлительно к месту возгорания были поданы стволы с водой. В результате огонь повредил дом частично. Есть погибшие, уточняет ведомство. При тушении пожара в частном доме, расположенном по адресу город Якутск, улица Первая база, обнаружены тела трех человек. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Якутску. В настоящее время на месте проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших. Кроме того, осуществляются опросы очевидцев, а также проводятся иные неотложные мероприятия, направленные на восстановление обстоятельств произошедшего. Сбивают и повреждают опоры электростанции. В Якутск Энерго обязанность по их восстановлению возложена на службу технического обслуживания электрических сетей. Причины технологических нарушений разные. Воздействие стихийных явлений, недостатки или ошибка проекта, заводские дефекты и другие. Также одной из причин нарушения является воздействие сторонних лиц. Это наезд на опору воздушных линий. За 2017-й зафиксировано 26 технологических нарушений, связанных с воздействием сторонних лиц. За повреждения предусмотрен административный штраф в размере до 2000 рублей для физических и до 40 тысяч рублей для должностных и юридических лиц. По истечению вот этих двух месяцев, 2018 года, мы уже наблюдаем большое количество такого характера. И обычно в каком районе? Как нам сказали, это в ТАТТе, да, два случая было? Да, в ТАТТе два случая было и три случая по городу. В основном, да, происходит это по городу, где большое количество населения. В Устьянском районе Якутии, в поселке Усть-Куйга, придомовая территория многоквартирного дома загрязнена фекальными водами из-за переполнения и утечки канализационных септиков, на что жители деревни сделали коллективное обращение в местную прокуратуру. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в целях устранения нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду прокуратура внесла в адрес руководителя общества представление, по результатам которого приняты меры по устранению нарушений. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а управляющая компания оштрафована на сумму 175 тысяч рублей. Госпрограмма переселения из аварийного жилья продолжается с 2019 года. Но какой институт развития будет выбран для реализации программы, пока неизвестно. Об этом сообщил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ российской газете. Из бюджета на это могут направить 25 миллиардов рублей. Аварийное жилье, которое должно быть расселено в рамках уже новой программы, насчитывает более 11 миллионов квадратных метров. Сейчас в России завершается реализация программы, рассчитанной на 2014-2017 годы. По ней уже расселено более 673 тысяч человек. В Хабаровске, в городском дворце культуры, открылся Дальневосточный медиафорум «Дальний Восток. Приоритет России в 21 веке». На сайте форума уже зарегистрировались более 1200 участников, в их числе журналисты, блогеры, студенты, сотрудники пресс-служб, маркетологи и представители общественных объединений. Работа форума продлится два дня, 26 и 27 февраля. На дискуссионных площадках речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах применения инструментов развития Дальнего Востока, новых каналах доставки контента. Напомним, форум проводится по инициативе полномочного представителя президента России в Дальнем Востоке Юрия Трутнева при поддержке правительства Хабаровского края. Развитие Дальнего Востока объявлено национальным приоритетом. Правительство выполняет поставленную президентом задачу. 30 законов принято для того, чтобы инвестиционное пространство на Дальнем Востоке стало более привлекательным. Строятся сотни предприятий. С этого года мы начали строить социальные объекты, больницы, школы, детские сады. Российские хоккеисты и болельщики после окончания матча «Россия-Германия» исполнили государственный гимн России наперекор игравшей мелодии олимпийского гимна. Международный Олимпийский комитет запретил использование государственной символики страны для сборной России. Но после такой победы эмоции взяли вверх. Вместе со всем стадионом пели как сами хоккеисты на льду, так и их жены. Реакция Международного Олимпийского комитета пока неизвестна. Напомним, ранее членство Российского Олимпийского комитета в МОК решено было восстановить после окончания игр. Вот что по этому поводу сказал вице-президент Федерации хоккея в Якутии Афанасий Владимиров в эфире актуального интервью. Я думаю, сложно, наверное, удержаться от прилива патриотических чувств. И ребята, наверное, ощущая, что они стали героями, понимая важность самой победы по хоккею. И вот именно ведь олимпийское золото в хоккее ценится очень высоко. Поэтому я думаю, что считаю, что они правильно поступили и должны были, наверное, обязаны должны были спеть. В Ленске прошел турнир по пауэрлифтингу. С каждым годом железный вид спорта набирает все большую популярность. В турнире приняли участие 10 ленских силачей и 14 из города Мирный. Свою силу спортсмены демонстрировали в трех упражнениях – становая тяга, жим лежа и приседания. Это три базовых упражнения, где работают все основные группы мышц. В каждом из спортсменов было по три попытки. В ходе состязания каждый из участников получил большой соревновательный опыт, который пригодится тяжелоатлетам на следующих соревнованиях. По поводу подготовки ежегодно. Ежегодно у нас соревнования все проходит все лучше, лучше и лучше. Как в плане организации, так и в плане, конечно, спортсмена. Спортсмены у нас растут и растут постоянно. Островский Алексей, Андрей Иванский. Это у нас. Островский Алексей в городе Мирном буквально когда в декабре месяце на кубке занял абсолютное первенство. Иванский стал вторым в абсолютном зачете. У нас есть очень хорошие, достойные спортсмены. С Мирного привезли сегодня они очень сильных ребят. Будем конкурировать. Якутские актеры Феодосия Иванова и Михаила Просимов, сыгравшие в фильме болгарского режиссера «Ага», сегодня прилетели в Якутск. Фильм произвел фурор на международном фестивале «Берлинале-2018». Тем самым закрыл основную программу мероприятия. На фестивале кинокритики высоко оценили совместную работу болгарских и якутских кинометографистов. Якутская делегация дала большую пресс-конференцию. Покровский гранильный завод продан с торгов за 6 миллионов 700 тысяч индивидуальному предпринимателю. Здание компании, занимавшееся некогда аграрным и ювелирным производством, многие годы пустует. И вот и недавно он обрел нового хозяина, хотя у администрации Хангаласского района были на него другие планы. Двухэтажное здание в самом центре города принадлежало гранильному заводу, дочернему предприятию акционерного общества «Нижнеленская». После того, как предприятие закрылось, стал вопрос о том, как быть со зданием. Одно время на него претендовала клиникодиагностическая лаборатория, которая расположена в аварийном здании. Тогда в бюджете Улуса не нашлось на это 20 миллионов. В этом году его продали за 6 миллионов 700 тысяч рублей. Данное здание было приобретено, но, по крайней мере, договор купли-продажи подписан с индивидуальным предпринимателем Халатян Рузанна Нориковна. Мы несколько раз предпринимали попытки переговоров с данным покупателем, однако позиции они сохраняют собственные, то есть навстречу нам не пошли. Таким образом, здание ушло индивидуальному предпринимателю из Якутска. Покровчане только гадают, что там будет – очередной торговый центр или, не дай бог, пятийное заведение. В бюджете района в этом году были заложены 6 миллионов 400 тысяч рублей для того, чтобы перевезти туда центральную Улусную библиотеку, которая также находится в аварийном здании. Здание центральной Улусной библиотеки 79-го года постройки. Она с 2014 года признана аварийной. И в зенний период на первом этаже температура воздуха составляет 5-10 градусов. Там у нас находится центральная Улусная детская библиотека. И там дети ходят. Очень холодно. Результаты торгов вызвали большой резонанс в обществе. В то время, когда в районе нет нормального здания ни у клинической лаборатории, ни у библиотеки, здание продается за небольшую цену неизвестному коммерсанту. О развитии производства в Улусе, видимо, речь уже не идет. Сарглана Елена, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Медики из Якутска и Санкт-Петербурга выехали в районы республики. Сегодня стартовала традиционная медицинская экспедиция «Долгун-2018». В этом году специалисты будут проводить диагностические, профилактические и консультативные мероприятия в Татинском, Чуропчинском, Мегино-Кангаласском районах. Также проверят здоровье жителей Нюрбинского района. В рамках акции проведут лучевую диагностику, ФЛГ, мамографию и определят уровень сахара. Акция начинается с этой кёля и продлится до 3 марта. По итогам медэкспедиции специалисты направят для дальнейшего углубленного обследования и лечения детей в клинику Санкт-Петербурга и Республиканский центр медицины. Этот проект всегда организовывается Центром медицинской профилактики при поддержке Министерства здравоохранения Республики. И в этом году ещё мы участвуем, вошли в проект «Единой России», проект, который называется «Здоровое будущее». Мы очень надеемся, что такими акциями мы, обследуя наше население, помогаем нашему населению. В фестивале в Ванжу, проведённом в рамках культурной программы Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, принял участие танцевальный коллектив «Арлхан». Ансамбль выступит с номером «Северные просторы». «Арлхан» работает при Берджигостяской средней школе уже шестой год. В коллективе занимается около 200 учащихся. Ребята – победители многих масштабных конкурсов. Танцевальный ансамбль выступал на сцене таких фестивалей, как «Звуки краски белых ночей в городе Санкт-Петербурге», «Свет рождественской звезды в Хельсинки». «Мне очень нравится танцевать в танцевальном кружке. Я этим начал заниматься в четвёртом классе. Мои папа и мама поддерживают меня, и поэтому мне легко». В копилку достижений танцевального коллектива также добавилось участие в таком значимом событии, как фестиваль в рамках зимних Олимпийских игр в Пёнчхане. Гости фестиваля были восхищены самобытным ярким танцем северного народа «Северные просторы». Над созданием номера работали буквально все. Костюмы шили сами родители, на деньги выделенные школой и администрацией УЛУСа. Реквизит смастерил учитель труда Виктор Константинов. «В фестивале приняли участие более 130 ансамблей, более 130 коллективов и около 5000 участников разных возрастов. В сентябре этого года тоже пригласили нас участвовать в этом фестивале Банджу». В программу фестиваля было включено множество экскурсий в музеи, театры и на сами Олимпийские игры. Коллектив «Арелхан» болели за наших биатлонистов на Олимпийском стадионе. «Биатлонный стадион был очень большим и красивым. Мы видели известных биатлонистов со всех стран». Сейчас танцевальный коллектив продолжает репетировать номера и планирует принять приглашение на фестиваль Банджу в сентябре этого года. Сардана Захарова, Михаил Мордовской-Михута, Горный. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok